МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Президент страны Владимир Путин сегодня работал в Салихарде. Он принял участие в третьем международном арктическом форуме. Солнечное новоселье после пятимесячного ремонта вновь принимает дошкалят детский сад Солнышко. В каких магазинах продают просроченные продукты? Народный контроль провел рейд по торговым точкам города. Начну с главной политической темы дня. На Ямал сегодня прибыл президент России Владимир Путин. Он участвует в пленарном заседании третьего международного арктического форума, который работает в столице округа Салихарде. В своем приветственном слове Путин сказал, что Салихард это не просто единственный в мире город, стоящий на полярном круге. Это столица стратегического региона, который сыграл огромную роль в освоении территории Северного Урала, Западной Сибири и Арктики, которая, к слову, сегодня переживает новую историческую эпоху экономического прорыва. Идет активная разработка месторождений, строятся крупнейшие промышленные объекты, развивается Северный морской путь. Добавлю, в этом году главной темой международного форума стала экологическая безопасность освоения и использование природных ресурсов Арктики. Дмитрий Медведев на площадке открытого правительства предложил рассмотреть увеличение госпошлины при разводе. Такую инициативу он выдвинул на встрече с Советом Палаты Совета Федерации. В ходе обсуждения сенаторы напомнили, что ранее звучало предложение увеличить эту пошлину до 30 тысяч рублей. Минфин, в свою очередь, выступал за пошлину в 4 тысячи, при том, что в настоящее время эта сумма составляет 400 рублей. Надо взвесить все плюсы и минусы. Принимать подобный закон только по инициативе правительства нельзя. Необходимо провести общественное обсуждение с экспертным сообществом и гражданами. Людям надо объяснить, почему государство предлагает ввести высокую госпошлину при расторжении брака. Мотивы понятны. Надо включать голову, когда вы регистрируете брак. В противном случае наступают имущественные санкции, которые заключаются в том, что для того, чтобы расторгнуть брак, необходимо гораздо больше денег, чем для того, чтобы его заключить. Цитирует Медведева, НТВ. Муравленко получит дополнительное финансирование из бюджета округа на развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Такой вердикт вынесла специальная комиссия. В нее входят специалисты Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса «Ямала». Дополнительные деньги выделят тем территориям, которые по результатам торгов сумели сэкономить средства субсидий, выделенных в рамках окружной программы по развитию системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Среди самых бережливых – Муравленко, Губкинский, Ноябрьск, Шурышкарский, Надынский, Пуровский и Тазовский районы. В Муравленко экономия составила 964 тысячи рублей. Деньги муниципалитеты смогут потратить на приобретение различного оборудования для более эффективной утилизации твердых бытовых отходов. По результатам распределения экономии субсидий конкурсной комиссии будут приобретены дополнительно это бульдозер для Тазовского района. Пуровский район попросил у нас денежные средства на приобретение дополнительного визового пункта контроля для установки на объекте размещения отходов. И также попросил у нас в город Муравленко это на приобретение дополнительного визового пункта контроля и бункеровоза для перевозки, для сбора и вывоза крупноговоритных отходов. Новый учебный год в условиях введения нового закона об образовании, об изменениях, которые произойдут в ближайшее время, журналистам рассказали на пресс-конференции. Закон об образовании содержит более 400 страниц печатного формата. Комментировать его можно бесконечно, говорят специалисты. Много времени займет и сама реализация закона, поэтому на пресс-конференции определили основные направления образовательной сферы, которых коснулись изменения. В частности, теперь будет четыре уровня образования – дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Хотелось бы обратить внимание на то, что появились новые технологии. Это прежде всего дистанционные и электронные образования. Появились и иные типы образовательных организаций. И если раньше образование осуществлялось только в государственных учреждениях, то новый закон меняет принципиально эту позицию и добавляет, кроме этого, еще и частные образовательные организации. Дошкольное образование теперь стало равноправной ступенью общего. Это накладывает определенную ответственность на его работников. Новый закон дает возможность внедрения новых форм именно для дошкольников. То есть возможность открытия семейных детских садов, частных детских садов. То есть это, ну скажем так, расширяет возможность для родителей для получения общедоступного дошкольного образования. Не только муниципального, но и другие формы образования дошкольного. Время Чена станет в 2018 году. К этому моменту каждого дошкольника должны обеспечить местом в детском саду. Такая задача стоит сейчас и перед властями, муниципалитетов. И в этом направлении в Муравленко работа идет. В детских садах уже созданы три новых группы. Уплотняют уже существующие. Рассматривается в законе и вопрос об аттестации учащихся. Государственное итоговое теперь будет проходить в стандартизированной форме. Это значит, что контрольно-измерительные материалы, которые применяться будут для оценивания результатов подготовки обучающихся в школе, они будут стандартизированы, разработаны на федеральном уровне, утверждены, опробированы и направлены в образовательные учреждения, во время проведения так называемых выпускных экзаменов. Прописаны и наказания для учащихся. Раньше в образовательных учреждениях не имели права их применять, теперь узаконили. Правда, в отношении учеников не младше пятого класса. Виды дисциплинарных взысканий, как в Трудовом кодексе. Три вида дисциплинарных взысканий. Замечания, выговор, отчисления из образовательной организации. Также по аналогии с Трудовым кодексом за дисциплинарный поступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Также в аналогии с Трудовым законодательством от обучающегося отбирается объяснительное. В случае отчисления из образовательного учреждения нарушитель дисциплины не утрачивает право на получение образования. Альтернативное обучение должно ему предоставить государство. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Сегодня для своих воспитанников впервые после пятимесячного ремонта распахнул дверь детский сад «Солнышко». Этого события ждали с нетерпением, а потому отмечали его торжественно. Воспитателей дошколят поздравила и наш корреспондент Татьяна Сорокина. Детворона в ходе встречают герои сказок. Суматошное и приподнятое настроение здесь чувствуется повсюду. После капитального ремонта солнышко сильно изменилось. Вдохновителем идей, конечно, был глава администрации Александра Дорога, потому что и новый фасад, это новый подход, его идея. Работала комиссия, работали над цветовой гаммой, учитывая то, что наш детский сад находится в микрорайоне Солнечным, как бы, чтобы ассоциировалась эта цветовая гамма и с названием микрорайона. Рядом находится пятая школа, которая также в этой цветовой гамме. В оформлении прилегающей территории участие принимал весь коллектив. Преобразились игровые площадки, появилась теплица. Произошли изменения и внутри. Чтобы взрослые все это успели сделать, ребятишки пять месяцев ходили по гостям. Я вместе с детьми со своими ходила по всем садам. Это, конечно, было для детей очень мучительно. Хотя нам очень, конечно, нравилось в гостях, но все равно себя дома намного лучше. Дети сегодня очень радостные, все пришли как на праздник на самом деле. Такая атмосфера у нас сегодня. У нас сегодня все детки, все 19 человек. После праздничного утренника малыши отправляются в путешествие. Зимний сад, лего-кабинет, художественная студия. В группах – новая мебель и игрушки, в музыкальном зале – фортепиано и аккордеон. В спортивном – тренажеры. Так приятно вернуться в родной садик, который стал еще более уютным. Тут появилась новая, тут купили такие специальные там тренажеры, мягкие. И я еще и никогда их не видела. В прошлом году в солнышко ходили 265 мальчиков и девочек. В этом – 280. Для самых маленьких ребятишек до трех лет работают две группы. Малыши сегодня сюда пришли впервые. На базе нашего сада вот уже два года существует Центр игровой поддержки ребенка. То есть это те дети, которые не посещают детский сад с полутора лет до двух лет, может даже два с половиной года. Они приходят к нам с родителями, знакомятся с детским садом. Это наши потенциальные воспитанники. Знакомятся с детским садом. Мы учим родителей играть с детьми. С ними работает педагог, психолог, с ними работают наши специалисты. Воспитатель по театральной деятельности и физкультурные работники, музыкальные работники. Вовлекают этих детей в детсадовскую жизнь. Центр игровой поддержки ребенка – это группа кратковременного пребывания детей. Кроме того, скоро в детском саду будут оказывать платные услуги лингвист и логопед. Татьяна Сорокина, Вадим Брачек. Новости нашего города. Активисты проекта «Народный контроль» сегодня провели очередной рейд по магазинам города. Проверили три торговые точки и во всех выявили множество нарушений. К примеру, на прилавках контролеры обнаружили продукты питания, срок годности которых истек, на некоторые товары отсутствовали необходимые документы. Это еще не все недостатки. Среди проверяющих был и Эрнест Бавшин. В магазин «Турал», который находится на улице Губкина, «Народные контролеры» отправились по жалобе одного из горожан. Беглого взгляда на витрины оказалось достаточно, чтобы убедиться. В своих претензиях покупатель действительно был прав. В магазине обнаружили просроченный товар. «Ну, если у вас это называется свежая, то я как покупатель не согласна с вами совершенно, что она может быть…» «Да, бумажка». «Не, знаешь почему?» «Почему?» «Здесь, потому что мороз». «Да, от холода». «Да, от холода». «Это от холода у вас пресняет». В этом магазине не только у колбасы истек срок годности, но и у некоторых других продуктов. Кроме того, на просьбу показать сертификаты на мясную или плодовощную продукцию продавец ответила – документы не в магазине, а где-то в бухгалтерии. Между тем, предъявлять их должны по первому требованию покупателя. Та же история и в магазине «Мясной двор». «При температуре 0,4 и 30 суток, 18, больше нет». «Ну, все тогда, видите. Это что? Это тефтили, наверное, да? Ну, вот это со льдом делают. Тефтили, да. Тефтили со снегом вот это, да? Просрочка. Просрочка, обратите внимание. Конечно. Ну, вот 0,8, 30 суток. До 1 сентября они должны быть. Многочисленная реклама в магазине гласит – мясные полуфабрикаты и свежие парной свинины – поставки с фермы, которая находится у Муравленка. По документам же, предоставленными продавцом, оказалось, мясо прибыло в наш город из США, Австралии и Парагвая. «Окорока куриные замороженные США, мясо говядина – Парагвай, мясо свинины – Бразилия». В магазин «Три пятерки» народный контроль наведывается часто, но владелец игнорирует его и продолжает торговать просроченными продуктами. «В каждом магазине 5-6, а то и более недостатков. Ну, все продавцы ссылаются, что они только первый день вышли на работу, что кто второй день, кто первый день, мы ничего не знаем. Наличие документов на все товары ни у кого в магазине нет. Все ссылаются, что документы якобы имеются у предпринимателя, они где-то находятся в бухгалтерии или еще там где-то». «Просто, наверное, расслабились, забыли о том, что мы в летний период не ходили по магазинам и привыкли, наверное, к тому, что ничего пройдет и дальше. Нет, товарищи дорогие, мы вернулись, мы с вами вновь работаем». Обращаться в Роспотребнадзор проверяющие пока не стали, но проверенные магазины взяли под свой особый народный контроль. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 26 сентября в Салехарде около 0. Ветер восточный до 6 метров в секунду. В Ноябрьске 0 градусов. Ветер восточный до 4 метров в секунду. В Муравленко 26 сентября 0 градусов. Ветер восточный до 4 метров в секунду.